Слушаю. Игнат Тихнович, еще вот хотел вопрос такой задать. Вот вы с мусульманами беседуете уже очень давно. И, наверное, больше людей, наверное, нет человека ни одного на земле, кто больше, чем вы, побеседовали с мусульманами о вере. Нет такого человека на земле. С утра и до ночи. Да. Там уже, наверное, тысяч пять минимум человек прошло через вас только за последние несколько лет. Всех, если брать, посчитать. Так вот. Ну вот еще, к слову сказать, у нас в Татарстане тоже есть священник один, отец Иоанн Васильев. Вы тоже его знаете. И вот недавно была такая с ним история, что он там разбирает их священные книги, их толкования, все там эти, как вот у нас эти толкования, их там ученых, и что-то приводит. И даже отреагировал, вот наш местный имам там, или вот по-татарстански, по вот этим мусульманским делам, и говорит, что он не туда лезет. И пригрозили ему, чтобы он не делал этого. Чтобы он там не лез в их книги, там не толковал. И это, говорит, могут делать только ученые, а он тут не ученый. Арабский язык, говорит, знает, а должен быть там обученный хоть где-то. Ну и ему там пригрозили. Вот я знаю, что вы ведете тоже беседы с мусульманами часто, и у вас совершенно другой подход. И вот вы за это время, вы чему-то, у вас совершенствование в этом происходит, вы можете вывести какие-то правила, которые с мусульманами надо применять обязательно. И что можно говорить, что нельзя. И оценить вот саму деятельность отца Иоанна Васильева, правильно ли он так поступает, то, что разбирает. Я, потому что уже писал, и его сторон, ну, те, кто его, там, с ним вокруг, вокруг него есть, они мне говорили, что святые, говорит, они тоже разбирали языческие, все разбирали их все учения, и вот отец Иоанн тоже этим самым занимается, что это все нужно. Я ему говорил, что надо проповедовать Христа, не надо этим заниматься. Они говорят, нет, святые этим занимались, и приводят пример там каких-то святых. Даже апостола Павла привели в пример, что он там зашел там к язычникам там. Ну, это они плохо писание знают, когда приводят пример, это другое совершенно. Вот я хотел у вас по этому поводу поинтересоваться. Когда я издавал книги, то у меня один том, посвященный мусульманству. Я их книгу, я ее не называю, даже покажу вам. Вот она. Я ее от корки до корки считаю не один раз. Дальше составляю почти симфонию на нее. Легко нахожу. Сравниваю с Библией по объему, по всему. И занимаюсь главными арабистами, которые хорошо знают, которые среди них работали. Изучаю это все. И Василий в то время мне бы погодился. Но, когда до дела дошло, благодарю Бога за то, что с рулеткой Андрея Тарновского познакомил меня Сергей Георгиевич Козлов. Он два ролика составил. Я увидел и думаю, дай-ка я залезу в этот садом и гамору. Сергей парализованный. Да, парализованный. Он перед смертью два ролика составил в чат-рулетке. А я про нее и не знал даже. Я благодарен Богу. Я попросил, Господи, дай Сергея в талант мне. Он ему теперь там не нужен. И думаю, Сергей за меня там помолился. Потому что у меня сразу началась работа. Я понял, по моим расчетам примерно 95% посетителей чат-рулетки мусульмане. И мусульман настоящих почти нету. Это все, которое среднеазиатское. Разговор у меня очень простой. Я понял, мои знания не нужны. Знания Данилы мне не нужны. С чем у него кончилось все? Я сразу понял, для меня должны быть три слова табу, запретное. Аллах, Мухаммад, Коран. Я эти слова не произношу. И я сам занялся тогда, что и как оспаривается ими. И нашел, что из Библии я должен им, как христианин, показать, что об этом, об этом говорится у вас. Обратите на, просто обратите внимание. Или с чем-то несогласие я веду только к Библии. У меня Библия передо мною. Я им сразу показываю. Первое, что я говорю, вот только сейчас открывает новый человек, я, слава Иисусу Христу, а я вижу, он начинает сначала смеяться, я только перекрещу и слава Иисусу Христу. Сразу надуется. Так, итак, мы проповедуем Христа распятого и воскресшего. У них такое сразу выражение делается, видно бесноватая. Как огня боятся. Это ничего еще нету. Это я говорю и отвечаю за это. Нормальный человек все будет от одной книги. Он даже не знает, что по эту книгу написано 5-й, 40-й, 47-й аят. Я понял, работая с ними только в прошлом году, за год, у меня здесь в рулетке, с кем я беседовал, 2600. 2600 мусульман перед мной прошло, и ни один не считал этой книги. ни один, Коран, сразу, как покажу, он сразу заулыбается, Коран, Коран, и начинает оляхать. Я говорю, считай, баран ты, баран. Никто не может прочитать, а тут всего три слова. Вот такое дело. Я понял, мои знания совершенно не нужны. Я проповедую Евангелие, определенное место Евангелия. Я знаю, 3,36 Евангелия от Иоанна. Верующий в Сына Божий иметь жизнь вечную, я показываю. Не верующий в Сына Божий не увидит жизнь, но гнев Божий пребывает на нем. 4,12. Иоанн апостолов. Нет другого имени под небом данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Нет другого имени. Все остальное туда уходит. Галатам, 1,8. Если мы, апостолы, или ангел придет и будет говорить не то, да будет анапима. Как говорил, прежде еще раз говорю, будет не то говорить, дважды анапима. И дальше, какие места ну нужны, я говорю, я проповедник Евангелия. Меня нигде ни разу Господь в этом не обличил. По Писанию нигде нет, чтобы я разбирал их учения. И кто нашел, где-то изучают они из Жития Святых, это Екатерина Великомущеница, она из этой среды. И она говорила, ну кому поклоняетесь, Кронос. Сожрал детей своих, Аполлон. Ну бежал за этой, за Дианой, она там кинулась в речку, превратилась в пену, потом в дерево. Что вы узнали-то? Она их обличала. Зевс там с оружием, там он проще, бог войны. Асклипий врач. Какой врач, что он лечил? И она говорила, здесь нельзя ничего говорить, они не знают, не считают. Я ему когда читаю, а он руки мыли, то есть он знает, руки надо мыть, прежде чем брать. Я говорю, это ваша книга, которую вы называете священной. Один вопрос, вы что, мусульманин, не отрекаетесь, да, мусульманин? Я говорю, у нас Библия. Вашу книгу я никогда не обличаю. Я не опровергаю ничего. Я просто говорю, почему вы ее не любите и не считаете? Как не любим? Ну, если любишь, давай, открой, пятая сура, шестьдесят восьмой аят. Открой. Начинает крутить, сразу выключается. Из ста человек, примерно девяносто восемь сразу убегают. Они не знают. Я говорю, ну, открой одно. Теперь, они говорят, Иса, пророк, я говорю, ну, и что? Так, стучат. Я иду. Так, подожди. Уходи за ровно. Стопа! Полное молчание. Поздоровайся, брат Владимир. Я тут с дорогим братом сижу. Вон он. Как тебе? Вот так. Вот теперь начинаем беседовать. Почему вы не любите эту книгу? У нас в Библии тоже не любят. А у вас любят? Я говорю, сейчас не об этом речь идет. Не любят, не знают. Но они себя не позиционируют, что они православные-то. Ну, крестик показал, а дальше ничего нет. А вы-то, вы говорите, что вы мусульмане. Я знаю мусульман. Пусть на меня никто не обидится и не говорят. Настоящие мусульмане, те, которые сегодня запрещены, это талибан в Афганистане. Как они пришли, сразу все эти женские голые все убрали. Телепередачи, где там развратное было, все смели. Женщины сразу как одеться должны. Как мужчины себя вести, как с бородой должны быть. У них все, или ИГИЛ был. ИГИЛ по-своему прав. Когда я ночевал в доме Мулы в Азербайджане, я сказал, давайте две кафтеры поставим. И тут будет ИГИЛ, который запрещен в Российской Федерации. Дадим эту книгу ему, я не называю, показываю. И вам, кто будет победитель? На основании того, что они делают, они будут защищать по своей книге. Что вы делаете по этой же книге? Вам не защитить. В вашей книге то, что они делают, уже прописано все. И тогда где я называю Сура и Айят? Вот когда, допустим, кто-то будет это смотреть, я говорю, откройте пятая, Аль Майда, это пятая Сура, и вот теперь дальше будем смотреть. Сорок седьмой Айят, ну как здесь, шестьдесят восьмой. В сорок седьмом говорится о том, что Всевышний дал нам Писание, мы люди Писания, так и называемся, люди книги. Это высоко о нас думают они. И шестьдесят восьмая прямо и жил. И чтобы я по нему жил и не обманывал никого, я не обманываю. Там мысль другая заложена. Если у вас Евангелие, так что же вы обманываете людей-то? А я беру другой смысл. По нему жить, я по нему и живу. Я говорю, ваша книга меня одобряет. И дальше среди наших людей вы не найдете ни одного, кто бы нажимал курок, стрелял в мусульман. Я в мусульман так многое беру. Меня мусульманином считают. Вы сами знаете. И сейчас ролик выставили. Вчера мне Елена Фаур и говорит, я нашла тут ролик, вы беседуете с Игорем. И мусульмана. И они говорят, вот русские беседуют там о хиджабе, я говорю. Полтора миллиона, что ли, там посмотрели уже. Вот. Дальше я говорю, вы должны это прочитать в Библии, ну, хотя бы один раз. Что нам Библия говорит? Вот. Ну, если мы будем говорить десятая глава, так, подождите минуточку, сейчас я посмотрю, у нас где это написано. Так, это надо исход открыть. Книга-исход, шестая глава, двадцатый стих. Кто такая Мария? Ну, а дальше им я говорю, что нужно считать. Это девятнадцатая сура, двадцать восьмой аят. Шестьдесят шестая сура, двенадцатый аят. И третья сура, тридцать пять, тридцать шесть. А ну, вы прочитаете, они все одинаково отвечают. А вы прочитаете, зачем я буду считать? Я прочитал. Да, они начинают, это перевод неправильный. Э, нет. Если я его достал в Йеменском посольстве, у меня оправдание, я сразу полную охапку принес. И всем раздарил Евангелие, эту книгу, всем своим, чтобы знали. Итак, между вашим Иса и нашим Иисусом Христом 1600 лет. 1600 лет. И это написано у вас, вот которые места я указал. Она, Марьям, родившая Иисуса, была родной сестрой, Моисееву родная сестра с ним Марьям была. Ну, а когда Моисей это был, мы знаем, за 600 лет даже с джества этого пророка Давыда. Вот и все. Я больше нигде никакие стихи понял. А как разговаривать, когда он не знает? Он сразу начинает распарить. Я понял, не надо. Я не знаю, что у него там в душе. Я говорю, вы, единственное, что я могу сказать, по нашим меркам, вы скопище разбратников. Больше ничего нет. А где это написано? Четвертая сура, третий аят. Если не знаете, запишите. Четвертая сура, третий аят. И вот вы все, как сказали. Ну, нам разрешено, разреши и греха нету. У нас сейчас человек, если своровал и стоит меньше двух тысяч, не судить. Это можно сделать и две тысячи долларов, если меньше, то не судить. Тысяча девять уже судить нельзя. Так может, что угодно. Давайте побожим, по-вашему. Воровство это или нет? У Адама сколько ребр было взято? На каком основании? Тут я могу им сказать. Но когда говорим о русских, так у нас хуже, чем у них. У него одновременно четыре не может. А у нас хоть сто четыре. Там он должен кормить, поить, а тут ничего не надо. Лишь бы не было общего хозяйства. А какое хозяйство, когда в городе живут? Там ничего и нету. Я показываю, как мы далеки от истины. И мы проехали, ну, немало с миссионерской поездкой. 120 тысяч километров, шесть мусульманских республик, Турция и государствах Европы, Франции, Германии, там, в Италии. Мы везде встречали мусульман. Беседовали с ними. И нигде, ни разу они нам плохо не сделали. И где нужно, они помогали нам. Да никак помогали, а с обнимкой. В магазин заводят, берите, что хотите. Узнали, откуда мы приехали, с какой целью дарим книги. Я могу похвалиться просто. Он один узнал, когда мы дорогу сбили, сейчас. Он говорит, это не туда едете. И развернулся, и говорит, за мной езжайте. Ехал туда, повернул обратно. Все, каждый решится на это. Когда вывел на дорогу, опять подошел. Я говорю, а как вас звать? Ахмат. Она меня показывает, у меня отец такой, Аксакал. Ну, мы поблагодарили Бога за вашу доброту. Он вывел нас. Мы сократили лишние километры, не стали блуждать, искать дорогу, где по карте сходится. Ну, а там где-то недалеко совсем мы сбились. Вот такое дело. И если где-то мы молимся, мы расстилали, выезжая из города Стархан, свою военную палатку 2 на 2 метра, и молились, и поднимали руки, и последний поклон наш земной, как у мусульман. А они рядом работают. Нас в обиду они никогда не дадут. Они очень любят, когда люди молятся. Я знаю, о них очень много. Я делал печи у них. Как у них, казашка и говорит, у нас так, она вышла замуж, чтобы солнце не видело волоса. Она одета. И посмотри на нас, как раз кудлащины стоят какие. Я поэтому хиджаб люблю. А у нас 2 платка хиджаб. Так же одеты, ни одной волосинки не видать. И наши сестры идут тут из храма, из нашего. А тут работают там, ну, среднеазиатские. Улицу там бумаживают. Увидят, мусульманки наши идут. Они говорят, мы христианки. Нет, вы мусульманки. И наша там Галина с девочками сидит за Гуляева. А они в платочках, ну, маленькие, и одеты так, как это. Вот видите, как наши мусульмане одеваются. Это наши христиане. Нет. То есть они привыкли, что везде у нас как попало. Ну, посмотри, как у Рамзана Ахматовича Кадырова, как сидят одеты, как в Турции. А не бывает, где-то там женщины на высоких должностях. А они ведут себя скромно. И они ведут себя скромно. Они не выскакивают. Они знают, как вести себя. И поэтому Васильева я ни с одной стороны одобрять не буду. Он не должен этим заниматься. Я проповедник Евангелия. Я ему считаю Евангелие. Говорю, что такое грех. Возмездие за грех смерть 623 к римлянам. Это в доме Муллы, когда мы там в Баку были и там беседовали. Все согласились. А дальше-то? А дальше я уже определенное говорю. Мы на корабле. У нас мусульманин там был. И нас дальше я просто говорю. Представьте, что волна нас сбрасывает за борт. Бывает такое. И мы оба оказались здесь. А Балтика холодная. Больше там 5-7 минут мы не будем живые. охлаждение тела полное. И ко дну. Я его спрашиваю. Ну-ка скажу, Эльдар, ты спасен или нет? Не знаю. Не знаю. Ну а как, что был спасен? Ну надо доброе дело делать. Ну мы сейчас утонем. Быстрее говори. Какие добрые дела-то? Или нас арестовали обоих за грех? Не знаешь. Христос умер за нас. Он грех наш взял на себя. Как? Я делал, а он... А он страдал за это. Вот человек-должник, его посадили в яму. Он не выйдет, пока не заплатит. И вдруг банкир пришел, заплатил, выпустят, конечно выпустят. Речь-то идет о том, чтобы заплатили за него. За нас Христос заплатил за грехи жизнью своей. Возьмельный грех. Смерть, 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 смерть. За любой грех. А за это жизнь. Если бы было тысячу галактик, и жертвы Христовой было бы достаточно. Он Бог и человек. И вы верите в это? Ну как же, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой? Три. Три. На синий. Три суть едино. Я начинаю разговаривать. Нигде, никогда не произношу эти три слова табу. Зачем? Я показываю, он понимает. И теперь мы беседуем, когда у нас были мусульмане, приезжали, крещение принимали. Им Бог открыл эту истину, и вы их знаете. Вот как Бог это делает. И поэтому, что я буду доказать? Я-то думал, готовился, когда так. Такие, которые у них там работают, доказывают, как Васильев. А когда лично сам познакомился, я начинаю говорить, он ничего не знает. А что я буду говорить, когда ничего не знает? Я ему тогда Евангелие. Вот теперь я заставляю его или бежать, или слушать. А другой бывает. Ну а дальше как? Что как? Одна пророческая книга на земле, только Библия знает, что будет. Они говорят, он придет, у него на лбу там глаз будет и прочее. Ну такое все это придумано. А у него одноглаз и какое-то будет пятно на нем? Да, что-то такое. Ну и там будут гури услаждать, там 40 или сколько за одну ночь. А он девчонность будет отнимать, она будет зарастать. Ну какое же царство-то? Что у вас духовного есть-то? Рождение свыше слышали? Не знаете, а без этого разговора не может быть. А крещение Духом Святым? Понятия не иметь. У вас духовного-то нету. Ну они меня, знаю, что я буду, знаю, я прошу, давайте запишем все о вашей книге. Я ему сколько раз какое имя упоминается, делаю сравнение, то другое. А вы не хотите ислам принять? У меня один ответ. Разумный человек в своем уме небо менять на землю не будет. А как это так? Так, потому что все небесное. А у вас все земное. По земному, да. Я вот так беру и спрашиваю, скажите, что самое ценное в исламе? Ну, мы дружные. Ну я знаю, дружные. За одного можете десять голов снять. Так, что самое главное в исламе-то вы не знаете? Самое главное пятикратный намаз. а у нас семикратный. Вы даже не знаете это. Как же так-то? Не молитесь? Ну, мы не исполняем это. У нас, я видел, и свинину лопают, и тут один вышел, начал доказывать, а одна сидит, ну, видно, сожительница, она под бог. Да ты, что ты говоришь? Я тебя ни разу не видел, чтобы ты молился. Молчи. Он ей, да мама привезла там сало с чесноком, сало свиной, ты лопал, он ей как тушил, ты че ты мне тут? Ну, вот это, я говорю, я верю. Вот она такая искренняя, а вот такой искренний тоже ее сразу. Вот тут какой-то лет пятнадцать вышел, Аллах Акбар, а я говорю, Иисус Акбар, он, Аллах Акбар, я говорю, Иисус Акбар, он, голову отрежу, его кто-то за руку, Ахмат, что ты делаешь? Видно, дед потащил его, это акстакал. Я говорю, вот вы головорезы и есть. Я был в Беслане, в Буденовске, у меня интервью там взято, и у людей, которые были, пережили это все. Я могу сказать, почему вы везде все взрываете, у вас гексоген в подушке, как Андрей Кураев говорил. Вот это как говорить? Вот я говорю, мы живем в Бернауле, у них большая мещеть, мы живем с мусульманами, как одна большая семья. У нас никогда здесь не бывает ни поджогов, нету захвата заложников, ни взрывов нету. Нас вызывает глава администрации, мэр города, и мы беседуем. Какие-то решения принимаются там о нравственности населения. У нас этого нет. Дорогой, когда мы ездили, в Турции были везде, везде, где мы только не были, к нам относились они очень хорошо, с удивлением, спрашивали. И когда мы говорили, показывали, какие у нас там женщины, как одеты, то они умилялись, так же, как я ими. Им нужна Евангелие, а не то, чтобы я опровергал то, чего они не знают. И Васильеву предупредить его надо, не надо этого. Я знал, рано или поздно он напорится. У меня нет этих слов. Я книгу только открываю и показываю. Считайте, он не может прочитать. Его нету. Один прочитал, по-рабски, а перевести не мог. Все, как свидетели Югова. Их обвинили, что они там ложным Библией переводили. Пять человек взяли, арестовали и говорят, пятеро не могли перевести ни одного слова с еврейского, а один прочитал, перевести не мог. И все. Остальное приобрали как канонический перевод и вставляли новые слова «ведь, ведь, ведь». И поэтому, когда я разговариваю мусульман с мусульманами, я вижу усы сбритые, я сразу им показываю, другое ничего. Ну, большинство, 90% сразу прям вот так трястись начинают. Ну, это что, это беснование? От вида креста Христова. Я вашу книгу не боюсь, вот она передо мною, я ее беру, считаю, занимаюсь. Ну, Кулиев Эдуард перевел, мусульманин. Я знаю еще переводы какие, но считаю, это один из самых лучших переводов. Вот такое мое отношение. Опыт у меня большой, очень с ними беседовать. С чего начинать, как, как события мира, что дальше, как у них говорится, я ему тогда говорю, вы верите, что Христос говорит истину? Мне нужно его повернуть, доверие вызвать к Библии. А я тогда ссылаюсь в 5.47. Мы люди Писания. Это слишком высокое звание нам дают православным. Очень высокое. А мы как раз и не знаем Писание в своем. Я говорю о большинстве, лично мы знаем. Да. Насколько мы не знаем Писание, для меня это все больше открывается уже вот за три года. Все больше и больше оказывается, не только не знают Писание, вообще не знают ничего. Я раньше думал, как, что в принципе-то знают Писание, но его не акцентируют внимание на нем, переводят куда-то. А оказывается, священники даже вообще его не знают. Они знают только определенные места, которые там вот читаются, такие самые простые. Не суди, не судим будешь. И то неправильно понимают эти места. И для меня это большое было. Каждый раз все больше и больше открывается, какая тьма, в какой тьме находятся люди. Мы ехали на пенсионерские поездки видим на дороге стоит мужчина одетый в черное одеяние и женщина такая рядом с ним. Ну и ладно. Я тогда говорю, остановись, Николай. Посадим их. Спросили, куда они? Говорят, Барнаул. Так и мы в Барнаул. И мы их 1300 километров везли бесплатно. Ну и дорогой-то беседуем. Жена молчаливая, спокойная сидит. Я говорю, тут же написано первое послание евангелиста Иоанна. Открывайте. Он считает в Ветхом Завете, ищет. Ищет, ищет, и не найдет. А в оглавлении-то там на Ветхий Завет отдельное оглавление, а на Новом Завете отдельное. И он не знает, где. Я говорю, что же вы ищете? Это в Новом Завете. Как жена разыграла. Да вы над моим мужем смеетесь. Да не это главное. Он рукополагал, не рукополагал, а он помазывал императора в России. Новый, который император. Путин-то и не знает, что тут уже давно император старствуется. Ну, как этот Романов-то из Хиегумента. Сергий или Николай, он говорил. И здесь мы привезли. О, как она начала нас костерить. Ну, так желание было высадить. Нет, довезли до конца, но беседа уже никакая не шла. Замкнулись. Писание совершенно не знает. А она посчитала, что мужа ее унизили. Как унизили? Я сказал, открыть его не открывает. Но я ей сказал, это в Новом Завете. Вы не с того конца начали-то. Я ее так разобрал, и ясно дело, что тут другой дух вмешивается. А главное, что если кто и знает Писание, то они привносят в толкование такой привкус, который нейтрализует вот эту живительную силу Писания. Они туда что-то привносят такое, когда проповедуют об этом, что нейтрализуется. Ну вот так. Сначала мусульман, я везде это говорю, вот как у них умеют они охранять женщин. Одно интерьерю берут у одного. Ну мы лет 15. Такой серьезный парень. Одетый нормально. Ну а у него кто-то берет и говорит, а где отец твой? Отец шахид был. Он там пять человек за собой утащил. Сорвал. Ну а мать твоя как? Ну мать, с матерью живем. Ну а если мать будет принимать мужчину на одну ночь? Как на одну ночь? Ну не замуж выйдет, а вот так. Он поставил, поставил, зарежу. Он говорит, да у тебя еще подрастает сестренка, ты уже 12 лет, еще замуж выдавать ее будут. И она с парнем начала встречаться. Он даже секунду не думал, зарежу. Я не за то, что зарежу, а за то, как они блюдут. И когда где-то в Дагестане там было, он стоит, мальчишка, там лет 14 или 15, ну совсем молоденький. А там его сестренку кто-то то ли задели или что-то, он выхватил это, которое охраняют, выхватил автомат и застрелил его сразу. Ну его, конечно, убили сразу. Как они умеют охранять женщину? Я считал где-то одни, говорят, зубной врач. Они идут, у нее заболел зуб. Идет отец и брат. Договорились, когда приемный день, все. И они сидят двое, сидят. И вот так вот каждый держит за кинжал руку. Его предупредили. Ниже подбородка руку не задевать. Вот это я понимаю. Я не за то, что зарежу, а за то, как они стараются сохранить. И притом в интернете это все показано. Ей замуж выходить, но она должна дать справку, что она девственница. И вот они там тетки все собрались, акушерка пришла, а она плащет и не дается. Проверять-то не зубы будут, они же. И наконец они ее уговорили, не связывали ничего. И может быть на ее башлык надели, я уж не знаю, что там. Я, она девственница. Это надо видеть. Как они со слезами друг друга обнимают, тетеньки. Ой, она девственница. Вот я понимаю, что миллиард долларов выиграет по лотереи. Они плащут, радуются, а она бедная согнулась, что они вроде бы не то делали с ней. Вот как надо заботиться. Это нам пример. Так это мусульмане. Пример мусульмане для нас в этом вопросе. Вот как. А если она не так, а у нас в Библии написано, если она не девственница, то есть утром простынь покажет, была она или не девственница, привезти к дому отца и побить камнями. А если это дочь священника, возле дома прийти, разложить костер и сжечь, до того он говорит, тем сильнее наказание, потому что она больше должна была слышать. Вот как. В этом они нам пример. Вот мы были в Дагестане, а там в эту ночь только что убили священника. Я везде видел, стоят на углах с автоматами. И только там я видел, как стоят со снайперскими винтовками. Тревожная обстановка была. Мне понравилось, там приехали, книги сдаем у нас библиотекарем, женщина, а там мужчина. Такой коренастый, жигит. Все это взял, расписался. А когда мы зашли, а там комната слева, а так стрелка идет, а написано комната для намаза. Мы дернули ручку, это закрыто. А когда мы с ним сфотографировались и спрашиваем, а там можно зайти помолиться? Помолиться он сразу так заходить. Сразу же откликнулся. Ну мы раздулись, зашли, молились, а один снимал. Просили мира Дагестану, чтобы просветил Бог с Евангелием. А то у нас ролик такой есть где-то. И там в одном месте мы были, когда нас спрашивали, где узнали люди, откуда мы. А они, я не знаю, кто они, но по-русски говорят хорошо. Они нас в магазинщик свой завели и берите, что вам надо. Как надо? Бесплатно? Да нет. Они вот такой кусок сыра нам. Мы говорим, нет, нет, нет. Ну хоть что-то, что могли бы взять? Я вижу там этот лаваш, лепешки. Я говорю, вот эту бы мы взяли. И помидоры лежат, там несколько помидоров. Так они прям не знаю как. Но мы сфотографировались с ними. И потом я им послал эту фотографию. Хорошие люди. Да. Ну все понятно, Игнатихович. Такой мой опыт. Нигде ничего не затрагивая. Проповедую Евангелие. Но надо знать, когда сказать, по какому случаю и что. Особенно Иса, Иисус Христос. показать, что две разные личности, между ними 1600 километров. Лет. 1600 лет. Вот как. Ну вот такой мой опыт. Ну все, Игнатихович, спаси Христос за ответ. Аллилуйя. Я скажи этому, если на него выход будет Василию, не надо этим заниматься. Забудь это все. Забудь просто. Забудь. Ты смотри, что у нас делается. За своей пастрой смотри. А им вот, я который назвал, на другие суры, аяты никогда не переходи. Они нас не касаются. Нам не надо. Вот это самое главное. Я вычленен из них. Я полностью, от корки до корки, знаю эту их книгу. Я их упрекаю за это. Как же так? Это Ваша руководящая книга. Златовус говорит, у тебя Библия есть? Нету. А Библия закон Божий. И ты не знаешь этот закон. А не зная, ты его по неволе нарушаешь. А нарушая, ты погибаешь и все от того, что не считаешь. Я говорю, вот это относится и к вам. К вам относится. Вы считайте, что есть. И нам можно вполне мирно ужить со христианами. Мы не язычники, которых убивают. Наложить нам там закят какой, налог, и все на этом. Ну и остальное мы можем беседовать. Что интересно, они колокольный звон запрещают. Доска Билла называется. У нее колотят бум-бум-бум. Это когда православное дело, это разрешается им. У меня близкие знакомые мусульмане есть. Переписка одна есть, надо как-то опубликовать. Переписка с женой Муллы. Какая она хорошая. И она, главное, преподаватель есть. И псалтыр считают, молятся по псалтыре. Ходят в православный храм, заходят там, не знаю, как сейчас-то. И вся переписка, я могу всю ее отдать, она у меня на форуме есть. Интересно, когда мы с ней едем, она в мечеть меня отвела, там, как я там молился, вот рассказать, если не слышал. Молились, как в Баку. А у них... Расскажите. Между двумя намазами. И они, эти аксакалы, сидят мужчины, и у одного ребенка рядом стоит, мальчик, и вдоль стены. А жена Муллы нас привела и говорит, отец Игнатий, дальше нам нельзя. И пошла в другое место, у нас тут женское отделение едет, а там внизу. А они наверху, там надо разуться, мы разулися, а у меня носки рваные, других и нету. Я их снял, носки тогда босиком. Зашли, а они вдоль это сидят, суровые воины. Ну, я тогда стал молиться, один под куполом, купол, и последний поклон, как у них делается. Поднялся, они вокруг меня стоят, не одним кольцом. Я стал говорить, они сурово так смотрят. Ну, видно, что люди мужественные. Ну, и когда увидели, что так есть и молятся, один, я заканчивал там академию такую в Санкт-Петербурге, но стал говорить, другой по плечу у меня хлопает, рассказывает, завулыбались, а мы расстались, как будто давно друг друга знали. И вот, когда мы поехали с ней, и на одном сиденье сидеть, я говорю, а нас не осудят, что на одном сиденье-то сидим? Нет, отец Игнатий, нет, меня тут все знают. А кто-то увидел и спрашивает ее, это ваш муж? Она говорит, нет, это учитель мой приехал, отец мой приехал. Это надо увидеть ее, столько восторга в ней. Проходит какое-то время, она скрывается, смотрю, она на балконе уже молится, и мы сразу становимся. Это надо видеть просто. Она идет, и сидят на, так, это высокий парапет, на уровне почти головы, ребятишки сидят, взрослые ребята, лет 14, ноги свесили, что-то разговаривают по-своему. Она остановилась, отец Игнатия, расскажи им о Христе. Представь себе, они же, они понимают по-русски все. Еще не понимают, я переведу. Мы дальше начинаем. Я начал говорить, они сидят в ряд, ноги свесили, вот там повышение, как возвышение, и парапет отгорожен, бетонная стена. А потом мы пошли с ней вместе в храм православный. Это вообще какая-то непонятная чистота. Она все в чистоте видит. Дахмула разговаривает на шести языках, а она на четырех языках и два высших образования, консерватория. И как на уроке, как школьники, она все мне высылает фотографии, сидят, головы не повернут. Такие все в хиджабе. Девочки маленькие. Красота. И это было, когда мы были в Болгарии, одна, красный свет остановились, я идем, я повернул голову-то, а она сидит. Ну, замечательная. Красота. Просто другого слова нету. Хиджаб у ней, я ей показал вот так вот, я говорю, вот, и поклонилась. Просто она завулыбалась и мне поклонилась. Она поняла, что я восхваляю этот образ одеяния их. Мне очень нравится. Вот у меня жена никогда не снимает этот хиджаб, два платка. Вот так. И мы там были сколько, еще встречались. Ой, как говорится. Да. Это я тоже, я смотрю и думаю, как она так остается в такой чистоте. Как она так? И главный в столе Библия, Библия на русский перевод православный. Я им свои книги выслал, книги там у них, мои книги, там, кажется, с толкованием. Тут же лежит у них своя книга, тут еще что-то говорит свободно. Я говорю, а какие у вас есть музыкальные, можно играть? Она там что-то сыграла такое, ну, профессионал играет. И все, приехать к нам. Я говорю, приезжайте в августе. Нет, отец Игнатий, надо зимой, у нас и снегу-то нету, я так соскучилась. По-русски говорит, отлично, даже никогда не узнаешь, что она на четырех языках изъясняется. Игнать Тихонович, интересно, что прошлые две беседы наши, обе получились 29 минут 51 секунда, обе. О как. Ну, все тогда на сегодня. Вопросов нет больше? Ну, да. На Васильево, на тех, которые там в магазине, как Роспотребнадзор, взяли на себя, нехорошо это. Вот я вот эти ролики, которые мы, как раз им и отправлю. Ну, да. Это самое лучшее. Я себе записываю. С Богом. Я очень рад, что посетил нас. Игнать Тихонович, помолитесь, чтобы получилось мне вставать теперь в 4 утра. Попросите, пожалуйста, Бога. А для того, чтобы в 4, в 4, в 4, в 4, это мне не хватает. Ну, смотри, но только в 4 утра, в 4 утра, я, чтобы можно было с вами беседовать, и после этого на работу идти. Так в 4, пока 4, 40 нету, дальше молитва. И раньше, чем в 5, то со мной уже не поговоришь. В 5 только начинается молитва, 35 минут заканчивают, а сейчас еще Евангелие считают. Нет, нет, это у вас-то, у вас 4 утра, это у нас 8, ой, у вас 8, а у нас 4 утра. А, вот как. Ну да, по-вашему. Я уже, я 4 утра не могу все штурмую, не могу его по 4 утра, ну, как бы встать. Штурмую, штурмую. Смотрите, дочь, пожалуйста. Потому что мне не хватает, мне нужно, много времени работы отнимает, приходится отнимать от сна. Ты знаешь, как я отнимал? Довел сон до 2,5 часов. Не знаю, как так. Так я работал физически на где-то. Мне Бог дал неукротимую энергию. Я работал, когда. Перекуры вообще не знал, что такое. На производстве, печные работы или каменские, там, плотинские. У меня выработка была, первое место, видимо, в тресте держал. 280-300 процентов за трех мужиков. Вот я сейчас так же работаю в этом. Бесконечно просто пошу и делаю. Но когда физически мне легче, мне надо меньше спать. Когда, видимо, дышишь и меньше сна нужно. А когда с бумагами там что-то заполняешь, пишешь, головой работаешь, почему-то хочется больше спать. Не знаю, почему. Ну, почему? Потому что ты же напряжение даешь. Я когда устраивался на работу, я только одного просил, вот, дай мне работу, чтобы мозги были свободные. Поэтому я настилаю полы, строгаю двери, вставляю рамы, а сам думаю, вспоминаю местописание, составляю проповедь. Я не просто вот так иду, а у меня все время составляется какая-то проповедь с запятыми, со знаками припинания. Если бы мои мысли записывали где-то, это было бы не просто, как у Бальмонта. Я в храме стою, в храме, и у меня каждый раз на молитве вся проповедь, что должен сказать священник. И думаешь, я только и молюсь, Господи, когда-нибудь дай шанс рассказать это. У меня то же самое, я когда с вами познакомился, у меня с тех пор так же началось, в голове проповедь подряд идет, подряд-подряд они идут, и только записывай и успевай. Если не записал, все потерял. Да. Ну все, спаси Христос, Игорь Иванович. Теснопения складывались, когда я был в камере отдельной, а записать нечем было. Я их напевал, а потом все ушло. Ну с Богом. С Богом. Спаси Христос. Христос. Продолжение следует...